За окном плюс 25 градусов, значит самое время подумать о горячих батареях. Отопительный сезон это как раз тот случай, когда сани лучше готовить летом. О том, как топили в сезон завершившийся и как идет подготовка к следующему году, сегодня говорили депутаты городского собрания на выездном совещании в коммунальных технологиях. ЖКХ – отрасль, что и говорить, проблемная. Если бы проблем не было, попили бы чай и разошлись, отметил председатель комиссии собрания по городскому хозяйству. Конечно, без тепла этой зимой чебоксарцам сидеть не пришло, серьезных аварий не было, говорят специалисты. Зато настоящая авария – это ситуация с долгами. Коммунальная технология – это компания, которая обслуживает сети, по которым к населению поставляются ресурсы, задолжали Межрегионгазу, ТГК-5 и заводы имени Чапаева. В свою очередь, перед коммунальными технологиями в долгах управляющие компании. На сегодняшний день задолженность управляющих компаний перед коммунальными технологиями составляет в целом громадную сумму – 770 миллионов рублей. Это по городу Чебоксары. Аукается это и горожанам. Ведь при таких долгах брать средства на какие-то дополнительные работы, к примеру, ремонт или модернизацию, компаний просто неоткуда. Исправить ситуацию может переход на так называемые прямые платежи. То есть, когда средства от жителей, минуя управляющие компании, идут сразу в ресурсоснабжающие организации. Подобное давно практикуют в Европе. Считаю, что прямые выплаты – это очень правильно в том смысле, каждый должен заниматься своим делом. Управляющим компаниям сегодня они, в принципе, выполняют несвойственные функции сбора и распределения денег. Вот если мы где-то на законодательном уровне примем решение, то с завтрашнего дня управляющая компания должна заниматься подметанием, ремонтом, обслуживанием, содержанием и так далее. Я вас уверяю, многие вопросы автоматически решатся. Задача ресурсоснабжающих организаций – инициировать подобные полезные преобразования. Задача депутатов – помочь реализовать их в жизнь. Произойдет ли эта система прямых платежей, пока не ясно. Так или иначе, сейчас первостепенная задача – подготовиться к следующему оттопительному сезону. Предстоит отремонтировать котельное оборудование, провести промывку и опрессовку сетей. Ольга Пырычкина, Николай Яковлев, Республика.